В минувшие выходные в Чувашии горели леса. Два очага возгорания обнаружили в окрестностях Ибресь-1 в Заволжье. Все пожары потушены в первые сутки после обнаружения. Серьезного ущерба удалось избежать, но пожарная обстановка остается напряженной. Бойцам в зоне спецоперации нужна осенняя маскировка. Хоть какую-то капельку, толику своей души и сердца я могу вложить в защиту наших мальчиков. Они такие молодцы, они такие сильные, духом. Желание помочь бойцам объединило неравнодушных жителей Чувашии. Пункты по плетению работают повсеместно. Стихотворения, новеллы, сказки для своих учеников и для всех детей Чувашии. Произведение Марфы Дмитриевны Трубину представлено в Великой Библиотеке Чувашской Республики. Ее формирует национальная библиотека и тем самым предоставляет пользователям открытый доступ к произведениям чувашских писателей. В селе Байгулова Козловского округа отметили 135-летие со дня рождения известного педагога и писателя Марфы Трубиной. В здоровом теле – здоровый дух. Они берут собственное тело и отсекают все лишнее, доводя его до совершенства форм античных скульптур. В Чебоксарах прошел чемпионат Чувашии по бодибилдингу. В Чебоксарах представители бодибилдинга из восьми регионов страны разыграли титулы чемпионов Чувашии и обладателей Кубка Средней Волги. Здравствуйте, в прямом эфире «Вести Чебоксары». О событиях понедельника расскажут корреспонденты ГТРК Чувашия и я, Михаил Нагоркин. Минувшие выходные в Чувашии выдались жаркими. Погода порадовала летним теплом. Многие жители республики решили провести уикенд на природе. Однако пожарным было не до отдыха. Трижды за выходные горели леса. В субботу в Ибресенском муниципальном округе на территории лесничества зафиксировали два пожара. На тушение были брошены 48 человек и 5 единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло от искры с железнодорожных путей. Огонь удалось остановить. А в воскресенье уже на территории Чебоксарского лесничества в заволжье недалеко от санатория Чувашии был ликвидирован еще один лесной пожар. Серьезного ущерба удалось избежать. Но пожарная обстановка накалилась, отметили сегодня на совещании в Доме правительства. В настоящее время в республике установлен высокий класс пожароопасности, четвертый. Патрулирование лесов будет усилено. Вследствие аномально теплой сентябрьской погоды и отсутствия осадков, возгорание может возникнуть из-за любого внешнего фактора. Минприрода Чувашии напоминает, при высокой пожароопасности посещение лесов категорически запрещено во избежание ЧАЭС. За нарушение требований безопасности предусмотрен крупный штраф. Ситуация с лесопожарной обстановкой. Погода с основной стороны хорошо стоит. Всего на территории республики с начала пожароопасности сезона зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади 10,1 гектара. Средняя площадь одного пожара составляет 0,7 гектаров. Все пожары потушены в первые сутки после обнаружения. По 11 пожарам материалы, направленные на расследование в органы дознания по подведомственности, установлен один виновник из-за пожара, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В выходные напряженной была обстановка и на дорогах республики. За два дня произошло 7 ДТП, в которых погибли 3 человека и еще 7 получили травмы. 23 числа в субботу в 18 часов в городе АллатР на улице Тельмана молодой человек, 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дерево. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. В этот же вечер в 22.40 в Чебоксарском муниципальном округе возле населенного пункта Яуша автомобиль Volkswagen Golf совершил наезд на мужчину 47-летнего, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина также скончался на месте происшествия. В воскресенье в 14.30 водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Рено Логан, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в дерево. От полученных травм мужчина также скончался. Еще одно ДТП произошло в воскресенье вечером в Чебоксарах на перекрестке улицы Мичмана Павлова с проспектом Максима Горького. Водитель автомобиля Кио Рио при повороте не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по главной полосе. В результате столкновения пострадали мотоциклист и его пассажирка. Водитель автомобиля остался цел, но женщина в салоне получила травмы. Об эпид-ситуации по заболеваемости ОРВИ в Чебоксарах говорили сегодня на планерке в столичной мэрии. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач, в Чебоксарах зарегистрировано 75% заболевших ОРВИ. Это почти 5,5 тысяч случаев. К началу третьей декады сентября зарегистрировано более 300 случаев инфицирования ковидом. Больше половины заболевших – жители Чебоксар. В семи муниципалитетах среди детей до 18 лет зарегистрировано 35 случаев коронавируса. Это почти два раза больше, чем на прошлой неделе. И настолько же увеличилась заболеваемость ковидом пожилых старше 60 лет. Сити-менеджер Денис Спирин в ходе планерки еще раз напомнил о вакцинации, в том числе и от гриппа. Прививку уже сделали более 62 тысяч детей и 148 тысяч взрослых. Профилактическими прививками против гриппа необходимо охватить не менее 60% от численности населения республики и не менее 75% лиц из групп риска. На 21 сентября общее количество привитых у нас составляет 209 826 человек. Это 34,6 от плана. План по республике составляет более 605 тысяч человек или 18% населения республики. Маскировочные сети все так же необходимы в зоне проведения спецоперации. Желание помочь бойцам объединило неравнодушные жители Чувашии. Пункты по плетению работают по всей республике. Волонтеры научились изготавливать невидимые для дронов сети. До фронта уже отправили километры защитных изделий. Сейчас в большом количестве нужна осенняя маскировка. Желающих внести свой вклад готовы обучить и снабдить материалами. Вот так вот выглядит масс-сеть уже в использовании. Спасибо Чувашии за то, что помогают фронту. Каждая такая сеть – укрытие для наших бойцов и спасенной жизни. Скрытая техника и позиции. По запросам с передовой своими руками их плетут отзывчивые жители. Учителя, студенты, предприниматели, пенсионеры. В изготовлении маскировки участвуют люди разных профессий и возрастов. Среди них немало родственников военнослужащих. Всех объединяет одно желание. Хоть какую-то капельку, толику своей души и сердца я могу вложить в защиту наших мальчиков. Они такие молодцы, они такие сильные. Духом хочется встать в грудь на защиту. Как мать, как бабушка, как просто нероднодушный человек. Ну, родители были на фронте. У меня это, видимо, в крови, на генном уровне. Искала предварительно, заранее. Где же происходят вот такие вот плетут сети в интернете. Искала. И вот нашла поближе к своему дому. И очень захотела приходить, помогать. Потому что у меня тоже близкий человек, тоже служит на СВО. В Чебоксарах одна из площадок для изготовления сетей находится в храме новомучеников и исповедников российских. Точки по плетению работают не только в столице Чувашии. В работу включились практически в каждом уголке республики. Камуфляжную защиту делают жители городов и маленьких деревень. Благотворительный фонд ЗОВ Чувашии организовал целую сеть таких мастерских. Все районы у нас помогают в плетении сетей. У нас сейчас по республике работает более 30 пунктов плетения сетей. Мы их оснащаем материалом. Оснащаем очень большим количеством сетей. Мы отправляем действительно много. Каждый пункт плетения. В среднем в один день за день один пункт плетет одну сеть. Техника изготовления несложная, но процесс кропотливый. Хотя до этого пробовали разные методы и материалы. Сейчас используют только легкую основу и современный спонбонд. Он незаметен для тепловизоров. Плетут по геометрической схеме, которую также не смогут считать дроны противника. На всероссийском конкурсе эти сети признаны одними из лучших. Определяется, как с дронов считывают, видно сетку или не видно. То есть есть вот эта схематичность, она видна сверху, для того, чтобы дрон смог заподозрить, укрыт тут объект или сетью или нет. Вот мы по безопасности, по методу Фюрье, прошли, как раз набрали 10 из 10 баллов. Что еще раз нас убедило в том, что ребята наши получают хорошую, максимально обеспечивающую защиту сети. При этом весит полотно не больше полутора-двух килограммов. В каждый рулон готовой сети волонтеры вкладывают небольшие посылки. Чай, сладости, подушку и обязательно детские письма. Ирина Николаева, Михаил Солин, Вести Чувашия. О предварительных итогах сельхозработ говорили на еженедельной планерке в Доме правительства. Сейчас в Чувашии на финишной прямой уборка урожая зерна. Скошено 98% площадей. Намолочено 957 тысяч тонн зерна. В лидерах – Алатарский и Яльчикский муниципальные округа. Там намолочено более 80 тысяч тонн. Ожидается увеличение валового сбора кукурузы. В 18 округах ведется уборка технических культур. Подсолнечник, рапс, горчица, масличные культуры востребованы на рынке. Имеют высокий экспортный потенциал. Их уборку завершили в Красноармейском и Маргаушском округах. Технические культуры убраны с площади более 20 тысяч гектаров. А это почти 33 тысячи тонн. Также по всей республике выбирают картофель. Оценить урожай уже смогли не только сельские жители, но и горожане. Ярмарки «Дары осени» проводятся ежегодно. Сейчас и развернуты 50 торговых площадок. Нынче они будут работать вплоть до 8 октября. На ярмарках организована бесплатная доставка сельхозпродукции пожилым и людям с ограниченными возможностями. С погрузкой и разгрузкой помогают волонтеры. Только за последние дни в Чебоксарах 265 адресатов получили свежие овощи с доставкой на дом. Из-за заявок граждан мы в этом году приняли решение и добавили еще одну точку, внеплановую. Это был юго-западный район, или менее 4В. Так как горожане высказались о том, что это очень крайне необходимое мероприятие, ценовая разница уже была объявлена. У нас по городу получилось от 14 до 25% экономии при покупке на данных ярмарках. Огромную благодарность волонтерам, которые подключились к бесплатной доставке для пожилых граждан города до дверей квартиры. Также у нас в формате фермерских рядов имеются 4 места для торговли излишками собственного производства гражданами города. И приглашенными хочется отметить, что все места предоставляются бесплатно, на безвозмездной основе. 73 многоквартирных дома общей площади более 460 тысяч квадратных метров обновляются в этом году в Чебоксарах. Капитальный ремонт поможет улучшить качество жизни для 21 тысячи горожан. Об этом рассказали сегодня на еженедельном совещании в столичной мэрии. Как сообщил директор управления жилфондом Андрей Шестаков, систему холодного водоснабжения меняют в 21 доме. В 14 из них работы уже завершены. Трубы горячей воды обновляют в 8 домах. Система теплоснабжения в 25, электросети в 17. Большая часть запланированных работ выполнена, но на некоторых объектах специалисты еще трудятся. В Чебоксарах также уже отремонтированы 12 крыш многоквартирных домов, еще 6 в стадии обновления. Продолжается в столице Чувашии и модернизация лифтов. 20 многоквартирных домов, в том числе 2 МКД – это спецсчет. 16 многоквартирных домов – это первый контракт работы, выполненный по 50 лифтам. 9 лифтов, 2 многоквартирных дома работы ведутся. Как я уже сказал, 16 многоквартирных домов работы завершены, приняты в августе месяце. Лифты работают по 9 лифтам. Оборудование завезено на дома, идут демонтажные работы и дальнейшая установка лифтов. С этой недели возобновляется работа маршрута Чебоксара и Шаки Турунова. Длительное время он не обслуживался. Расписание движения будет сформировано после обсуждения с жителями. Об этом сообщили на официальном портале органов власти Чувашии. График разместят в салонах автобусов. Напомню, с прошлой недели возобновились пассажирские перевозки и на маршруте Чебоксара в Урман-Косы. После того, как люди дозвонились на прямую линию главы Чувашии. В Казани Национальные библиотеки Чувашии и Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве. Поводом стало проведение завершающих мероприятий межрегионального марафона «О вас я болел душой». Он посвящен 175-летию со дня рождения выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлева. Директор Национальной библиотеки Чувашии Роза Лизакова после церемонии подписания соглашения отметила, что между двумя библиотеками с давних пор сложились деловые и дружеские отношения. Дальнейшие взаимодействия направлены на разработку совместных профессиональных программ и культурно-просветительских проектов. Кроме того, для участников встречи и посетителей Национальной библиотеки Татарстана развернулась передвижная выставка Чувашского национального музея Иван Яковлевич Яковлев «Человек, определивший время». А коллеги из Татарстана представили книжную экспозицию, редкие изделия, редкие издания на чувашском языке. В селе Байголово Козловского округа отметили памятную дату. 135-летие со дня рождения члена Союза писателей СССР, заслуженной учительницы Чувашской АССР, РСФСР, известного прозаика, драматурга и поэты Марфы Трубиной. Из Чебоксара в родное село писателя прибыла большая делегация, в составе которой популярны артисты, писатели, деятели искусств. Делегацию из Чебоксар приняли тепло и радушно. Для гостей была организована экскурсия по школе, где хранятся личные вещи Марфы Трубиной, ее книги, рукописи, фотографии. Марфа Дмитриевна 50 лет проработала в сельской школе и более 30 лет сочиняла свои увлекательные произведения на родном языке. Ее оперу принадлежит много известных повестей и рассказов, такие как «Детство», «Леший», «Муджар» и другие. Она писала стихотворения, новеллы, сказки для юных читателей. Посетителей особенно заинтересовал портрет писателя. В актовом зале провели открытый урок, посвященный творчеству известного чувашского прозаика и поэта, заслуженного учителя. Ученики с большим интересом слушали рассказы о жизни своего известного земляка. Юбилей Трубиной мы начали готовиться еще в апреле месяце этого года. Готовились со всеми произведениями, готовились со всеми стихотворениями, готовились со всеми постановками, которые у нас при школе работает, школьный театр. И вот у нас уже все материалы. Ко днём 2 сентября у нас уже были все подготовлены, все наши сценарии для того, чтобы отпраздновать 135-летие Марфы Дмитриевны с дня рождения. Марфа Дмитриевна жила в этом доме. Здесь хотят открыть музей. Улица, на которой расположен дом, носит имя Марфы Дмитриевны. Отмечу, что жители Козловского округа очень много сделали для того, чтобы сохранить имя. Любимые писательницы и не хотят этим ограничиваться. В этом им помогают Союз профессиональных писателей Республики и Национальная библиотека. Произведение Марфы Дмитриевны Трубину представлено в Великой Библиотеке Чувашской Республики. Её формирует Национальная библиотека и тем самым предоставляет пользователям открытый доступ к произведениям чувашских писателей. Именно библиотека сегодня является связующим звеном между писателями и читателями. И данные встречи, организованные библиотекой как совместно с Союзом профессиональных писателей Чувашской Республики, очень важны для читателей Республики. И они узнают много нового и встречаются также с писателями, находят для себя интересные новые. Марфа Дмитриевна похоронена на местном кладбище. Участники юбилейного торжества возложили цветы на могилу любимого писателя. Дарья Ананева, Надежда Александрова, Михаил Солин. Вести. Чувашия. В Республике продолжают отмечать 130-летие со дня рождения основоположника Чувашкино Иоакима Максимова-Кошкинского. Он не только постановщик первого национального спектакля. Благодаря оригинальному режиссеру и драматургу о нашем народе узнал весь фильм. Его фильмы показывали в Европе, Азии и Америке. Первый чувашский режиссер родился в деревне Кошкия Новотимбаева. Ныне это территория Татарстана. Активисты Чувашского национального конгресса почтили память Иоакима Максимова-Кошкинского на его малой родине. Здесь еще остались люди, которые хранят память о прославленном земляке. Они сетут, что дом, в котором жил Максимов-Кошкинский, находится в аварийном состоянии. И если не взяться за реконструкцию в ближайшее время, то здание оветшает окончательно. Между тем, активисты своими силами делают все возможное, чтобы сохранить память о великом чувашском деятеле. В этом году по инициативе национального конгресса проходит конкурс среди школьников «Снимаю кино». Победителями стали ребята из Штханашского округа. Себя показать, да и на коллег посмотреть. В Чебоксарах представители бодибилдинга разыграли титулы чемпионов Чувашии и обладателей Кубка Средней Волги. Формы строителей тела, а их набралось без малого сотни из восьми регионов страны, запечатлел наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Они берут собственное тело и отсекают все лишнее, доводя его до совершенства форм античных скульптур. В Чебоксарах прошел чемпионат Чувашии по бодибилдингу. Бодибилдинг – это не столько спорт, сколько образ жизни, направленный на совершенствование гармонии тела и духа. В отличие от многих видов спорта, желающих заняться телостроительством не связывают возрастные ограничения. 33-летний чебоксарец Евгений Леонтьев, прежде чем представить результаты своей работы перед судейской коллегией и зрителями, 17 лет, как говорится, качал железо. Дебютный выход новичка оказался золотым. Евгений стал обладателем победных кубков в трех сольных номинациях. Получил все лучше, чем я ожидал. Получил взять нижнюю ногу, золото и не одно. И теперь здесь, на чемпионат Чувашии. Чемпионат России будем покорять? Будем, попробуем. Без наград не остались и гости соревнований в самой престижной мужской категории – бодибилдинг, где оцениваются объемные мышечные формы атлета. Победителем стал 47-летний мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Представитель Ульяновска Сергей Цыплов. Меня радует, что выиграют дебютанты. И это показатель как раз-таки того, что у нас могут быть не только титулованные спортсмены, а те, кто ранее не приходил в наш спорт, но уже тренировался в зале, работал на своей форме, работал над собой. Они могут выйти на сцену и состязаться на равных абсолютно со спортсменами, которые уже имеют гораздо больше опыт, чем они. Поэтому я считаю, что это призыв к дебютантам все больше обращать внимание на наш спорт. Подробнее о состязаниях мы расскажем в программе «Мастер спорта», которая выйдет в пятницу, 29 сентября. Вячеслав Ильин, Вести, Чебоксары. Таковы вести к этому часу. Увидимся в эфире завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова